Всем привет дорогие друзья, с вами Алексей и сейчас я хочу сделать небольшой обзор по игре For Honor Попался мне собственно говоря ключик, сейчас проходит тут какая-то бета, закрытая ключи тут раздавали и собственно говоря мне попался этот ключик Немножечко я поиграл, чуть-чуть, чтобы посмотреть что же в принципе это за игра и уже, ну скажем так, объяснять исходя из того, что я знаю какие-то вещи Вот, ну что, давайте разберемся, во-первых у нас здесь три фракции, это рыцари, самураи и викинги Да, вот три фракции, у каждой из фракций есть три типа героев, ну вот допустим мы можем посмотреть у рыцарей страж, завоеватель и избавительница Можно почитать их собственно говоря характеристики, ну к чему они больше относятся, вот видите универсальность и простая техника Вот, это мощная оборона, сильные удары, высокая скорость контратаки, собственно говоря это уже избавительница Ну и также, также каждому, каждый скажем так из, даже не знаю как назвать их, существуют наверное типы героев и классы героев Вот три типа, это рыцарь, викинг и самурай и у каждого из этих трех типов героев есть классы Вот видите, избавительницу я приобрел себе, тут уже есть какие-то персональные настройки, внешность и, собственно говоря, и всего остального Мы тут можем подобрать, изменять, у нас тут вот открылось какие-то, вот, ну в общем, даже можно по-моему сделать и мужчину, нет, нет, пока нельзя по крайней мере Ну цвет кожи можно поменять, правда я не вижу в коже тут вообще, вот, есть материал В общем, много чего, вот обратите внимание, тут просто огромное количество настроек персонажа, помимо того, что вы тут можете настройки персонажа изменять, можно еще и изменять Здесь, скажем так, к примеру шлем выбрать, визуально не меняется, вот так, как на мой взгляд, да, нет, стоп Вот, включаем, вот так вот выглядит, а нет, визуально тоже меняется, ребят, визуально тоже меняется, да, я как-то не обращал внимания И визуально также меняется, то есть, помимо всего прочего, то, что изменяются характеристики, изменяется еще и визуально Вот, также можно улучшение оружия и всего-всего-всего остального Дальше, так, давайте сейчас, наверное, подождите, со звуком сейчас посмотрю, наверное, немножко чуть-чуть уменьшу звук Сейчас, так, не туда, параметры, звук, ну, в принципе, тут громкость музыки, наверное Немножечко меньше сделаю Дальше, дальше, что здесь еще такого характера? Ну, приказы, различные задачи, ежедневные приказы Ну, например, вот, завершить три игры в режиме дуэль, играя за любого героя, и вам дадут там 300, 300 стари Вот, на что можно потратить, собственно говоря, сталь? Вот, здесь также можно, помимо того, что у вас какие-то есть задания, которые вам дают Вы еще можете выбрать себе какие-нибудь задания Вот, к примеру, тут, не знаю, 250 очков слава против ИИ, например, я выберу Пусть будет Дальше, смотрите, для чего здесь вообще нужна сейчас сталь? Персонализация, заходим, к примеру, героя, и выбираем уже избавительницу, за которую я играю Есть вот, мародерство снаряжения И здесь купить комплекты Оно стоит разное количество стали Вот, базовый комплект, мгновенно улучшить три случайных предмета Получите три случайных предмета Как минимум один предмет высокого уровня Гарантирован А есть комплект премиум Стоит он 500 стали И, собственно говоря, здесь два предмета высокого уровня Ну, случайные предметы снаряжения Давайте вот я приобрету один такой предмет Вот, приобрел, что мне тут далось Вот Поздравляем, мы нашли снаряжение лучшего качества Комплект 2 Вот, теперь давайте я сейчас зайду непосредственно в персональные настройки Видите, у меня уже здесь два шлема каких-то Один такой, один такой Вот восстановление выносливости дает Давайте, кстати, я возьму тот, который дает восстановление выносливости Потому что выносливости мне в бою не хватает Что можно сделать с этим комплектом? Во-первых, можно его разобрать А во-вторых, можно улучшить Давайте я сначала, ребят, вам покажу вообще смысл тут про героев Все вот, как тут, что, какие улучшения Потом мы найдем и до битвы То есть, либо разобрать это нам даст Пять тут каких-то вот таких вот предметов, да Наковалин И для того, чтобы улучшить предметы Требуется, видите, определенное количество наковалин также Дальше выбрали этот предмет Что у нас есть здесь? Вот здесь, смотрите, третьего уровня Соответственно, его лучше поставить Хоть он и берет скорость оказания помощи Меньше станет, но зато будет сопротивление при блокировании Но сопротивление при блокировании мне, наверное, не нужно Потому что блокирую я редко Блокирую я редко Ну, возможно, еще не научился, но тем не менее Вот снижение затрат выносливости Смотрите, вот это вот крутая штука Меньше будет атака, но снижение затрат выносливости Это нужно то, что мне надо Здесь увеличение атаки Значит, я его разбираю Да, подтвердил Так Вот, замечательно Вот видите, вот у меня уже здесь появилось И вот здесь для маленького У меня тут такой вот кинжальчик Дальность броска Я его, кстати говоря, могу бросать Кинжал Я еще, правда, не знаю Как это делать Выбрал Все Ну, в общем, собственно говоря Вот такие вот настройки Тут можно Можно, в общем, видоизменять вашего персонажа Просто на ура У персонажа существуют также способности Так, добивающие удары Это просто-напросто Визуализация Визуализация, оно ничего Вот, как только герой убит Можно включить, активировав эту визуализацию И просто она будет круто выглядеть Эмоции Ну, собственно говоря Триумфальный жест Мольбы о пощаде Такое вот И, собственно говоря, умения Вот Здесь есть четыре умения С прокачкой Ну, собственно говоря Подобие у доты, да Первое Ну, получая уровень Вы, собственно говоря Для вас открывается умение Охотник за головами Да, будет пассивное Прирост здоровья Выносливости За убийство героя То есть Убивайте героя Прирост здоровья И выносливости Вам будет Второе Это граната Бросая наиск Секунда Суправляющая врагов Арбалет Выстрел из арбалета Найсящий средний урон И у врагов рядом Ниже скорость Восстановления Выносливости И защита Так, а что у нас Здесь есть какая-то Вторая фишка, да Пассивное Увеличение Скорости захвата И улучшение Зон Давайте лучше Оставим первое Ну что ж Разобрались с этим Естественно У каждого У каждых героев Своё это И давайте Наверное Перейдём к тому Что мы сыграем Битву Сетевую игру И вот Дуэль 4 на 4 Выбираем Игрок ВС Игрок Можно выбрать Игрок С ИИ То есть С искусственным интеллектом Давайте выберем Игрок против игрока И сейчас идёт Создание команды Вы присоединились К сессии игрока Вот Ну Я уже присоединился В готовую битву Ну что поделать Что поделать Выберите героя Да Вот выбираю Вот этого героя Готов И можно 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 уже Переходить непосредственно К загрузке И к битве Ну Естественно Я сыграл только Две битвы Чему тут можно Научиться За эти две битвы Я даже представить не могу Происходит на поле боя Просто-напросто Хаос Хаос И Ну С моей точки зрения Естественно Те кто Поиграл в неё побольше Уже для них это Скажем так Не ново Видите уровни героев Третий Шестнадцатый У меня собственно говоря Пятый Ну это Это пока так Третья моя битва Насколько я помню И посмотрим Как у меня получится Сейчас Единственный Конечно Недостаток Ну как недостаток Это просто Компенсируется Опытом Здесь надо уметь Вовремя И заблокировать удар И в то же время Вовремя перейти В контратаку И помимо того Что блокировка Здесь также пробивается Здесь блокировка Также пробивается Поэтому Очень 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 Все это Скажем так Сложно На начале Да Вперед Побежали Такая вот Вещь Вот Основная спецификация Моя героя Не идти А битва Один на один Это Это неудобно Мне надо Заходить где-то Сзади И Чикать их Сзади Вот так Вот Собственно Есть Точка Б В которой Вот 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 Стоит Игрот Вон Стоит Игрот Мне сейчас Не надо Подобраться Контролом Я Делаю Выбор Оп 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 Ох 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 Блин Вот да Пока я атаковал Этого персонажа Второй рядом находящийся Меня убил Через какой-то промежуток Времени Вы возрождаетесь Также Можно Может вас Воскресить Ваш Напарник Подойдя К вашему месту Смерти Подходит И воскрешает Вот Помимо того Что в центре Идет основная бойка Есть еще точки Давайте я вот сбегаю На какую-нибудь из точек Вот центральная Есть и две Фланговых Фланговые Там ботов нету Там будут битвы Просто Грубо говоря Один на один Так а где это она? Точка С Вот она Давайте вот я сейчас Сбегаю на точку С Если там никого нет Я моментом ее захвачу Видите Происходит захват Никого здесь нет И я собственно говоря Беру захватку Зона С Зона С Зона С А вон зона А Есть еще Здесь нету ботов Ну давайте Кто тут бегает Зона С Зона С Зона С Зона С Зона С Вот есть пробивающий удар Вот Ах ты Ай 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 Сейчас я умеру Блин Блин Да Вот недостаток конечно Малое количество ФП Моей Девушки Этой Да И надо подбегать Вот так вот сзади И Убивать Ну учитывая что я как бы Не прокачан еще Совсем не прокачан Поэтому Как и так Это проблематично Это проблематично Когда к примеру Ребята 16 уровня Да естественно У них там уже И Шмотка их Хорошо Хорошая Да А у меня как бы Совсем-совсем Тряпочная И удары Я как вы видите Выросил Совсем слабым Ну вот этих вот Я буду сейчас Ооо Рыцарь 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 Все мы видим В самом начале Вы выбираете фракцию За какую будете играть Непосредственно фракцию Потому что это зависит От захвата территории Это зависит От захвата территории Которые я вам Не показал Но я покажу Захват территории Ну скажем так Там В какое-то время Происходит подсчет очков Как набираются очки Толком я еще не разобрался Но вот я выйду после боя И Вам покажу Так где тут Вот так вот Видите Как можно еще сделать Зона А потеряна Так Зона А потеряна Так Давайте 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 Раскидать Вот это Майш Тут можно просто Красиво Красиво Пробивать Вот видите Это Моты Их С ними Легко Справляться Вот так Кстати Как бросать Синжал Я даже Не разобрался Ох 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 Блин Их тут Много Их тут Много Их тут Много Давайте Ко я Вот этого Дядка Попробую Вот Вот так Вот Мы ему Немножко В лицо Дадим И Блин Только Только Хотел Я Отскочить И не успел И не успел Что еще В самом начале Вам даю сделать Это сделать Свой щит Вы можете То есть Визуализировать Его Там Настроек Тоже Очень Очень Много Он может Быть У вас Разнообразным Кстати До скольки Победа Идет Здесь Победа Не совсем Как в доте То есть Не надо Тут Уничтожать Базу Да Но Здесь Надо Ну как Сейчас Видите В правом Верхнем Углу Набираются Очки Вот У соперника 800 900 Уже У меня Там У нас Там Почти 400 Без малого Вот Собственно Говоря Когда Очков У соперника Дойдет До 1000 То Получается Во время После того Как Кто-то Из То есть Мы Любой Писанаж Который умрет Он Будет Не сможет Воскрешать Так Их тут Несколько Нельзя будет Воскреснуть Вот как я сейчас Воскрес Как только у соперника Набирается 1000 очков Нельзя будет Воскреснуть Вот и все Так Давай Стоп Вот видите Ваши воины Словные Мне отступать Вот как только Я умираю Сразу же Будет печаль Беда Все Все Убегаем Убегаем Ой Их трое Их трое Вот где В этот момент Бегают Как говорится Наши Ну Я не могу Вот мой персонаж Не предоставлен Для того Чтобы Вот так вот Сражаться Ну Один на один Вот видите Меньше очков стало И теперь Я могу вернуться В море Вот Как только Меньше становится Обратно очков Я могу вернуться В море Видишь Как только Видите Как только Они тратят Определенное Количество очков Иди сюда Догнать 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 Все Да Убили Его Теперь Где тут Так 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 Блин Вот Постоянно Приходит Кто-то На помощь Блин Постоянно Приходит Грамотно Мне даже кажется Что у них там Просто есть Кто-то в команде Можно ли это Определить Не знаю Вот Они победили А у нас Еще к тому же А у нас Бот Еще был Бот Бот Еще был Не посмотрел Статистику Ну в конце боя Получаете награды Какие есть Вообще Собственно говоря Битвы Сейчас прошла Битва Это была Битва Так Герой уровень 6 Здорово Сейчас Давайте Посмотрим Награды ХП 327 Так Это все Что мне далось Тут Добыча Вот рукоять Саботата Так Смотрите Дальше Следующая Игра Тут готов Можно поставить Голосование Это наверное Так На какой территории Где мы будем Играть Так Потом Распределить ресурсы Собственно говоря Вот непосредственно Происходит Битва Соответственно Не происходит Битва Ресурсов Армии Распределен 3685 То есть Плюс Вот Количество Так 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 Ну как-то здесь Короче надо Распределять Я еще Ребят Толком не разобрался Я тут ставлю меч И Вот Ресурсы распределены Все Я собственно Сюда накинул ресурсы Через какой-то промежуток Времени Здесь проходит Бой Захват территории И тут вот видите Следующий ход Через 4 часа И будет Определенное количество Территорий Потеряно И определенное количество Территорий Захвачено Это уже все будет Зависит непосредственно От того Как Распределяются Очки Вот Видите Территорию фракции На последнем ходу Мы потеряли 7 территорий Наша фракция Это рыцари Так Кто тут у них Викинги Наверное Вот это вот Синяя Вот эти вот Или бирюзовая Плюс одну территорию И самураи Собственно Плюс 6 Захватили Вот Какие еще Есть Есть Битвы Какие еще Есть Битвы Так 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 Сейчас Сейчас Я посмотрю Где это можно Посмотреть Правила игры Режимы игры А вот Дуэль Бойня И захват Территорий Бойня Это Так Ну дуэль Это естественно Вы там играете Сколько там Насколько Вы сражаетесь С врагом Насмерть Один На один Вот Бойня В режиме Бойня Два на два Сражаются Четыре героя А ну да Два с одной стороны Два с другой стороны Там Нету Такого Чтобы Были боты Да Ну и захват Территорий Соответственно Здесь идет Центральная Скажем так Улица На которой Происходит Главная битва Там мы захватываем Также точка Есть И на этой Точке Помимо ботов Еще Ну естественно Вернее Помимо игроков Присутствуют Еще и Боты На фланговых точках Как вы уже заметили Ботов нет Вот Ну что же Пока на данный момент Это вот Три таких Режимов Основных Ну есть еще Вот видите А ну это Свободный режим Это не то Вот Есть такие вот Три режима Это пока на данный момент Что тут можно Улучшать Снаряжение Так Пробуйте Сыграть За героя Юстициария Пробуйте Новые умения Приказы Собственно Собственно Много Много Всяких Таких Вот Интересных Вещей Так Это последнее Обновление Ну Собственно Наверное Все О чем я хотел Вам рассказать В этом Начальном Видео Вот такая вот Игра Игра еще не вышла Насколько я помню Игра Выходит 14 февраля И Сразу Спрашиваю Какая будет Система оплаты У игры Игра будет По моему Платная То есть Купил Играешь Насколько я понял Это будет Именно так Не будет Каких-то Free to play Или что-нибудь Еще в этом Подобном Плане Таким Таком Популярном В таких Играх Популярном Плане Нет Надо будет Приобрести Игру Насколько я понял Ну что ж На этом я в принципе Буду заканчивать Это был такой Небольшой Обзор Игры Который Вы посмотрели Нравится вам Или нет Собственно говоря Пишите В комментариях На этом я буду Заканчивать Спасибо за подписку И лайк Всем пока Пока